Офицер говорит, ты знаешь, наверное, все-таки тебе придет письмо на депортацию. Это было очень тяжело, они на самом деле довели моего мужа до слез. Я когда прилетела в Украину, первых дня три хотелось плакать. Я смотрела на родителей, они очень сильно постарели. Я даже вот так глаза опускала, мне было тяжело в лицо посмотреть. Как американки вообще относятся к уходу за собой? Если мы говорим об афроамериканках, эти девочки в основном любят поярче. Хозяин все равно, он очень интересовался, что я буду делать, чем я занимаюсь. И я говорила, я работаю из дома, ну я приду к тебе домой и посмотрю, как это выглядит. Я работала днем, а по ночам приходила сюда красить стены. Ребят, всем привет, вы на канале Гринго. Сегодня я опять нахожусь в Бруклине, и мы идем с гостей к девушке, которая открыла свой бьюти-салон. Сегодня снег, такая прекрасная погода. Кстати, зовут ее Алена, а это ее студия, Millennium Beauty Studio. Ну, давайте позвоним. Субтитры сделал DimaTorzok Скажи, пожалуйста, как давно ты живешь в США? Я приехала в Америку в 2010 году. Почему ты решила переехать в США вообще? Я приехала в Америку как студентка. Мне на тот момент было 21 год. И я приехала по work and travel, по J1 визе. И работала, первая моя работа была в Макдональдсе. Мой джоб-офер был, да. Как тебе вообще в Макдональдсе работать было? На самом деле было сложно. Да, меня ставили на гриль, я обжигала руки, и было жарко, иногда кондиционеры ломались. Это был такой экспириенс нелегкий. Немного было выбора, куда ехать. Мне просто хотелось увидеть Америку, поэтому я взяла, что давали. А ты сама откуда приехала? Я из Украины. Я летела в Америку первый раз, то есть я на самолете вообще первый раз в жизни летела одна. Да, было страшно, было что-то новое, но было круто. Были такие эмоции, ожидания. И Америка оправдала мои ожидания, мне очень понравилась и культура, и традиции, и люди. Ну классно, действительно. И я захотела остаться. А как вообще попала в Нью-Йорк? Сначала я приехала еще пять штатов, жила в пяти штатах понемножку, три месяца, пять месяцев, шесть месяцев. Но больше всего я остановилась в Лос-Анджелесе, там у меня родился ребенок, и через три месяца я приехала в Нью-Йорк с ребенком. И вот тогда я пришла в бьюти-индустрию, когда у тебя маленький ребенок на руках, и ты не можешь особо пойти на какую-то серьезную работу, дети болеют, дети, что-то всегда случается. И пришлось работать из дома. Ты уже до этого работала в бьюти-индустрию? А, нет, нет. То есть ты начинала с нуля все? Да, я просто брала курсы, там два дня, три, четыре дня. И соседок, и всех там, приходите, я буду на вас отрабатывать. Тренировалась. Начала получаться, начала уже давать рекламу через Фейсбук, через Инстаграм. Конечно, за копейки, там сначала за материалы мне платили, потом немножко повышала, повышала цену. И дошла где-то до 80 долларов за реснички. Уже как бы это была на то время цена хорошая. Как ты пришла к тому, что нужно открывать свой салон? Пришла к этому, потому что у меня набралось очень много клиентов. То есть уже была стабильная клиентская база. Ребенок уже пошел в школу. И как-то больше времени стало этим заниматься, развиваться захотелось. И в какой-то момент я решила, все, я должна открыть что-то свое. Начались поиски места. Я хотела какую-то маленькую студию для себя. То есть сначала у меня не было идеи салон. Что-то просто свое рабочее место, с чего-то начать. Подумала сначала в салонах снять кабинет. А потом просто шла по улице, смотрю, там маленькое такое кьютное помещение Форэнд. Я позвонила, а мне сказали, извините, это уже занято, мы вам покажем другое. И меня привозят на Авеню Ю. И я смотрю, классное такое маленькое, по-моему, 450 сквер фит помещение. Хорошая цена, билы все включены. Я думаю, я потяну. То есть как бы изначально это было только для меня. И когда я открылась, я все-таки еще держала цену 80 долларов на реснички, на любой объем. Поэтому мои клиенты пришли со мной. Начала давать рекламу. Начала подписываться на всех в Инстаграме. Заходила на рестораны известные. Мне там находила девочек красивых, на всех подписывалась, чтобы сказать, типа, «Эй, я здесь, я есть, вот у меня есть студия, приходите». За три месяца, то есть сентябрь, октябрь, ноябрь, я набрала уже хорошую клиентскую базу. И в декабре, перед праздниками, очень как бы классно уже все. Я уже работала с утра до ночи уже, как бы все было очень классно. И ко мне пришла девочка и попросилась, чтобы я сдала ей место на аренду на ногти. И вот это было первое мое такое, как уже вступление в салонную индустрию, когда я уже сдаю места там. И мы начали работать вдвоем. Потом, когда уже я не справлялась со своей клиентской базой, я взяла девочку на процент, на реснички. Но в марте нас подкосило ковид, нас закрыли. Это, конечно, был, да, такой удар ниже пояса. Ну и после ковида, когда мы открылись, конечно, как будто бы заново пришлось это все набирать. Это было тоже нелегко. Но вот как бы мы проработали до января месяца этого года. У меня уже на тот момент работало пять человек в студии. Мы делали и перманент, и ногтики, и реснички, то есть как бы уже и косметология у нас была. И я уже начала понимать, что нам очень мало места уже в этой студии, и нужно переезжать, расширяться и двигаться дальше. Плюс еще начали приходить знакомые, которые тоже в виде индустрии работают, и проситься, давайте как-то мы с вами, мы хотим к вам, у вас классный коллектив, давайте, можно. И мы начали думать, что нужно что-то искать побольше, и вот мы в середине января переехали в это помещение. Вот это, где мы сейчас находимся. Скажи, пожалуйста, вот интересно было послушать про вот этот маркетинг, который ты делала, потому что некоторые думают, что нужно сразу вваливать кучу денег в рекламу, в прочее, но забывают про такой вот легкий способ, да, просто добавлять людей с твоей эрии, да, и как бы подписываться на них. Вот они видят твою страницу и просто подписываются в ответ. Так ты набирала клиентов, да, я так понимаю? Да, я заходила на известные рестораны, например, Vice, на ихнюю страничку, и просто на девочек, на всех, на красивых подписывалась. Доходило до семь с половиной тысяч подписок, потом меня блокировало. Потом начинало отписываться, кто назад не подписался. Ну, скажем, из семи с половиной тысяч, ну, где-то тысяча подписывалась назад. То есть это было неплохо. И также на салоны, которые не имели таких процедур, как у меня, допустим, салон, который делает волосы просто. Понятно, что это люди, которые ходят по салонам, им будет, возможно, это интересно. И я вот так вот подписывалась несколько месяцев, и вот за три месяца у меня очень хорошо пошло все. Да, да, уже и страничка начала развиваться, и клиенты именно такие живые, активные были. Не просто те, кто подписывался и просто смотрел, а именно те, которые были... Ну, кроме этого, ты больше ничего не делала? Ну, то есть это по-моему? Нет, я поставила только на Google Maps свой бизнес, то есть на Google, и все, да. Можно развиваться, даже не вкладывая тысячи долларов, просто подписываешься в Инстаграме, да? Да, через Инстаграм. Ты создала страницу, сделала... С ноля полностью, да. Оформила страничку, вот так вот. Расскажи, пожалуйста, с какими трудностями ты вот столкнулась при открытии своего салона в Нью-Йорке? Помещение, когда снимаешь на себя, у тебя должна быть хорошая кредитная история. Либо ты должен взять коусайнера. Но, слава богу, у меня на то время уже была хорошая кредитная история была, и я, в принципе, сняла помещение без проблем, но хозяин все равно, он очень интересовался, что я буду делать, чем я занимаюсь, где я сейчас работаю. И я говорила, я работаю из дома, и он мне говорит, ну, я приду к тебе домой, посмотрю, как это выглядит. И я говорю, не надо, я вам фотографию пришлю, не надо ко мне домой приходить. Для того, чтобы заехать, я заплатила 4 рента. А если не секрет, сколько стоит рент такого помещения? Вот мое, вот это помещение начинается от 3 тысяч в месяц. Каждый год они поднимают цену на 4 или на 5 процентов. Плюс добавляется вода, свет, газ. И я должна еще платить 35 процентов от инкриза property tax. То есть каждый год, если повышается property tax, скажем, на 10 тысяч, я должна 3,5 тысяч в год заплатить. То есть как бы еще свои нюансы. Страховка должна быть на бизнес обязательно на 2 миллиона, ну, на вот такой бизнес по размерам именно. На 2 миллиона страховка, которая... Сколько стоит страховка на 2 миллиона, сколько она стоит тебе в год? От 200 долларов в месяц. Смотря что ты включаешь, что ты страхуешь. Если это только маникюр, скажем, 200 долларов в месяц. Если это еще фейшиал, реснички, еще какие-то процедуры. А если это косметолог, который колет, который делает инжекшнс, то есть это должен быть человек с документами. У него своя страховка медицинская должна быть отдельно, да. А ты сейчас занимаешься вообще? Я делаю реснички. А, ты реснички? Да. То есть я начинала изначально с ресничек. Потом я выучилась на перманентный макияж. Бровки, губки, стрелочки. Да, на ногти я, кстати, тоже выучилась, но почему-то ногти это не мое. Но хорошо, когда ты знаешь, вот у тебя работники разного рода, да. И хорошо, когда ты разбираешься в том, что они делают. Не просто нанял на работу, да, и там делайте, что хотите. А когда ты сам понимаешь, в чем дело. Потому что когда приходит недовольный клиент, скажем, этот клиент идет к тебе, как к хозяйке. Он не идет к мастеру. И ты должна понимать, в чем дело, разбираться и объяснять человеку, и улаживать как бы вопрос. Слава богу, у нас немного недовольных клиентов практически нет. Да, но на случай, если что-то такое бывает, ты должен быть компетентен в этом вопросе тоже. Мы сейчас находимся возле Брайтон-Бич, да? Ну, это такой район. Скажи, пожалуйста, у тебя клиенты русскоговорящие, либо американки тоже ходят? 80% русскоговорящие, да. Ходят, да, и итальянки, и американки, и афроамериканки. То есть разные, да. Как американки вообще относятся к уходу за собой? То есть отличаются ли это наши девушки от американок? Ты знаешь, смотря какие американки. Если мы говорим об афроамериканках, эти девочки в основном любят поярче что-то. Реснички подлиннее, ногти подлиннее, поярче. Наши девушки, они более сдержанный стиль имеют. И в ногтях, и в макияже, и во всем. То есть более натурально все. Итальянки, они имеют европейский взгляд на бьюти-процедуры. Они тоже больше, как наши девушки, вот тоже более к натуральности. Ну, например, смотрят нас, да, девушки, которые хотят свой салон открывать. На что им надо рассчитывать, да, сколько им нужно денег иметь, чтобы открыть свой салон? Первая моя студия взяла 30 тысяч открыть. То есть 4 рента, мебель, вывеска. Вывески тоже как бы не дешево стоят здесь. Мы здесь делали ремонт. Здесь не было кабинетов, здесь не было стеклянной партишн, перегородки. То есть ты делала это все сама уже, да? Да, стены, да, делали, красили все. То есть строили вот здесь стены, кабинетики делали. Делали здесь отделение стеклом. Это тоже обошлось мне где-то в 30-35 тысяч. С рентом, 4 рента, также въезд, страховки, все сделать это, да. А скажи, а ремонтом занималась ты сама, либо это была какая-то бригада ребят? Стены красила я сама, на Рождество особенно, до ночи. Я работала днем, а по ночам приходилось сюда красить стены. Но да, я нанимала ребят, которые строили кабинеты, и отдельно ребят, которые занимаются стеклом, и они делали нам перегородку. Да, остальное в принципе делала сама. Скажи, пожалуйста, с какими еще трудностями ты сталкивалась при открытии своего салона? Допустим, я не могу сделать много чего я хочу, потому что по закону я не могу много чего переделывать. И даже сайн на улице, вывеску, я не смогла сделать такую, как я хочу, потому что нам сказали, извините, на этом билдинге у всех черные козырьки, вы оставляете черный козырек и просто напишите любыми буквами Millennium Beauty Studio и все. То есть ни светящуюся, ни какую-то красивую нам разогнаться не разрешили. В электрике тоже мы не имеем права переделывать электрику. Ну, допустим, если мы хотим сдвигать резетки. Шнуры все должны быть снаружи. То есть когда приходит пожарная инспекция, огнетушитель, тут все они проверяют, то есть это должен пройти. Да, нельзя шнуры какие-то прятать за стенку, например, потому что в случае пожара это все должно быть снаружи. То есть в камере, если мы ставим все шнуры, они должны быть видны. Ну, чтобы люди понимали, да, почему в Америке иногда там в каких-то ресторанах либо в каких-то заведениях, да, иногда достаточно так неопрятно, что ли, да, по сравнению с нашими странами, то здесь как бы просто существуют нормы, да, которые тебе запрещают и как бы так делать. Ну, так же самое с мусором. Мы можем мусор вывозить только в определенные дни выносить. И это тоже оплачивается. Отдельно, то есть возле дороги, допустим, у нас в понедельник и в четверг вывоз мусора, остальные дни мусор собирается. Ну, так просто возле дороги ставится? Нельзя, нет. А, нельзя здесь. Только в понедельник и в четверг с 8 вечера до 8 утра мы должны, то есть забирают этот мусор, то есть до 8 вечера мы должны выставить мусор. Остальные дни мы где-то его должны хранить. Вот так вот, такие вот мелкие детали, да, но они на самом деле... Да, мелочь, но просто, да, немножко неудобно. Расскажи, пожалуйста, про стоимость процедур в твоем салоне. Сколько стоят ноготочки, бровки, я не знаю, там и так далее? Смотри, на самом деле мы не работаем на количество людей, поэтому мы переехали на второй этаж. Мне хотелось что-то такое более private, более уютное, более закрытое. Наш сервис рассчитан на качество и на то, чтобы клиенты возвращались и становились постоянными. Мы не ставим очень высокие цены, мы не завышаем. То есть, в принципе, для Америки это очень affordable цены, очень позволительные, да. Ногтики у нас, гелевый маникюр, 70 долларов стоит. Причем самый простой дизайн включен в эту стоимость. Уже более сложные дизайны идут по экстра цене. Реснички начинаются от 110 долларов, это классика, и как бы выше 2D120, 3D130 и так далее. Массаж у нас тоже по очень доступной цене, потому что массаж нужно минимум 10 сеансов сделать для хорошего результата. Массаж на тело 1 час стоит 60 долларов. Это лимфодренажный массаж, который делается либо роллером, либо такой присоской. Эффект действительно хороший, проверено на себе. Работает, но 10 процедур, да, нужно сделать для хорошего результата. Косметолог у нас начинает работать с 1 марта, и чистки лица от 100 долларов, в зависимости от пакета. Какие маски добавляются, если кто-то хочет еще radio frequency, массаж на лицо, но это тоже будет недорого. Это будет affordable, там плюс 10, плюс 20 долларов. И чистка длится лица обычно где-то полтора часа. То есть это хорошо. Также у нас работает бровист. Покраска и оформление бровей стоит 40 долларов. Ламинирование бровей стоит 90. И еще у нас есть ламинирование ресничек. 100 долларов стоит. Для сравнения, если, например, я еду на Манхэттен, да, а сколько там это будет стоить? 100 долларов выше. То есть на столько, да? Ну, реснички, я думаю, где-то в среднем 200 долларов будут стоить. А на сколько качество отличается? Ну, если это наши русскоязычные мастера, то качество будет хорошее, потому что немножко стиль работы и качество отличаются от американских и китайских салонов. Сори, я не хочу никого обидеть, но это так, это факт. Расскажи, пожалуйста, про свой путь легализации в США, да? Как у тебя проходило это? Как ты приехала сюда? По какой визе? Получила ли ты уже гражданство? Ну, и так далее. Можешь, пожалуйста, поделиться с нами этой информацией? Ну, я приехала по J1 визе, по work and travel, которая у меня открыта была на полгода. Потом, когда я решила остаться в стране, я нашла во Флориде адвоката, и он должен был заполнить документы на то, чтобы поменять J1 визу на студенческую. Ну, это многие так делают. Да. Ну, и у нас не получилось. Я уехала из Флориды, я даже не знала на самом деле, какой там статус у меня был. Уже на тот момент я жила в Коннектикуте. Пришло письмо туда, на Флориду, что как бы у меня не получилось поменять, что я должна либо покинуть страну, либо легализоваться другим способом. Ну, и понятно, что, как и все, наверное, я просто забила и осталась без документов. Как бы хорошо здесь то, что даже ты по своему паспорту летать можешь, передвигаться со штата в штат. То есть тебя никто не выгонит, пока ты ничего криминального не совершишь. То есть не имея статуса в США, да? Ты можешь внутри страны перемещаться. Внутри страны я по украинскому своему паспорту, да, спокойно летала, перемещалась. Я жила в шести штатах. После Коннектикута я улетела в Калифорнию, там у меня сын родился. И потом уже я прилетела в Нью-Йорк вот в 2013 году. И долго я не могла легализоваться. То есть как бы я понимала, что, наверное, лучший способ это сделать брак. И в 2017 году я вышла замуж. Ты американца? Да, он здесь родился. Да, но он поляк. Он понимает русский язык? Нет. Но, кстати, нам почему-то долго не верили. И документы я получила только в 2020 году. Мне уже дали постоянную грин-карту, потому что мы, сколько, три с половиной или четыре года мы ходили на интервью. У нас было больше интервью, чем у всех. То есть каждый год просто нас вызывали на интервью, но нам ничего не говорили. ни да, ни нет. Расскажи, пожалуйста, больше про это. Как это происходит? Они очень много внимания уделяют фотографиям. У нас, по-моему, на предпоследнем интервью, наверное, 40 фотографий с альбома вытащили. И очень личные вопросы, особенно по ребенку, потому что, ну, это же не его ребенок. И его спрашивали, допустим, когда ребенок болел в последний раз, кто его учительница, как ее зовут, кто его лучший друг в школе, какую прививку ему самую последнюю дали, то есть какой доктор лечащий. Тут, ну, в принципе, даже родной отец, он не знает ответов на такие вопросы. То есть этим всем занимается мама, по большому счету. Ну, да. Они очень много его спрашивали. Даже не сколько меня, сколько его именно вот по ребенку. Они очень смотрели на фотографии, куда мы ездим. То есть далеко ли ездим, вместе ли с семьей ездим. Мы, допустим, у нас ханимун был на Гавайях, там, мы Новый год в Чикаго там отмечали, им это нравилось. Вот, да, вот, ну, хорошо, видно, что семья ездит, да. Ну, окей, спасибо, до свидания. И опять проходит год, опять следующее интервью. И последнее интервью уже было, нас держали 4 с половиной часа. То есть это такое уже было последнее конкретное. И нас разводили по комнатам, допрашивали отдельно, потом сводили. Да, это было очень тяжело. Они, на самом деле, они довели моего мужа до слез. Когда он уже в конце не выдержал после этих четырех часов, нам дали только один брейк 20 минут покушать, и опять нас вот просто уже так мучили. И он уже, у него уже слезы пошли. И он говорит, послушайте, мы любим друг друга. Что вы от нас хотите? Уже все. И когда меня завели в комнату, я смотрю, что он расстроен, офицер такой недовольный. И офицер говорит, ты знаешь, наверное, все-таки тебе придет письмо на депортацию. А это 2019 год, перед ковидом было. Как раз я бизнес открыла в это время. Ты ему так шутила или что? И они же, ну да, реакцию проверяют, видимо, я не знаю. Я говорю, ну хорошо. Я говорю, окей, ну что ты уже можешь сделать? А сама думаю, блин, ну кошмар, вся жизнь уже здесь, там 10 лет здесь, и ну, просто бизнес открыть, все, семья, все хорошо. и типа домой, до свидания, ну хорошо. И вот через, ровно через 9 месяцев, на мой день рождения как раз, мне пришла гринкарта по почте просто. И уже постоянная, не временная, а уже постоянная. И да, уже у меня гринкарта 4 года получается. Это тебе еще чуть-чуть ее, в принципе, нагрязать? Через год, да, можно нагрязать. А как сейчас английский язык? Ну, я приехала с языком. Я училась на факультете романо-германской филологии, и улетела сюда 4 курса, я даже не закончила. Последний семестр не закончила, университет, да. Почему ты так сорвалась, поехала вообще? На самом деле, я не планировала остаться. Так получилось. Я думала, я поеду на 3 месяца, вернусь, и все, как бы будет окей. Тут водоворот событий, Америка, и ты все, класс, я закрутила, закружила, понесло, я осталась, да. Ты побывала уже в 6 штатах, да? Я именно жила в 6 штатах, но я объездила практически всю Америку, В чьи особенности ты заметила, и различия, да, между штатами? В Калифорнии, например, люди кайфуют, они живут, так же, как и во Флориде. В Нью-Йорке люди бегут, бегут куда-то, постоянно, забегают, даже на процедуры, пожалуйста, мне ресницы за час, а можно мне одновременно, маникюр, педикюр, брови, ресницы, я не знаю, все, чтобы уложиться в 2 часа. Здесь люди не кайфуют от жизни, ну, то есть, да, если ты можешь себе позволить вакейшн, поехать куда-то, отдохнуть, но ты приезжаешь, и опять вот это русло, знаешь, бум, и все бегут, бегут, бегут. Почему ты выбрала Калифорния, там, где все, все более так? На самом деле, Калифорния очень классная, это мой самый любимый штат на сегодня, но она немножко более slow, если говорить о бизнесе, о деньгах, ну, как мне, я думаю, здесь легче, Нью-Йорк легче. Скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, что долго не могла получить документы, но бизнес ты при этом открыла, как это у тебя получилось? Ну, получилось так, потому что я приехала по визе J1, по Work and Travel, у меня уже было Social Security. Work and Travel, это, то есть, ты можешь работать и путешествовать, поэтому у меня Social Security был, и на него я открыла корпорацию, но даже если нету у человека Social Security, он может сделать Tax ID, и также открыть на себя LLC, корпорацию, и открывать свой бизнес, и развиваться, то есть, в этом большой плюс Америки, то, что она дает возможность вот такого развития даже нелегалам. То есть, получается, если у меня вообще нет документов, я могу просто пойти и открыть бизнес? Да. Видите, страна возможностей все-таки. Скажи, пожалуйста, какие плюсы и минусы ты заметила в США? Что ты любишь в Америке, что тебя раздражает больше всего? Мне нравится разносторонность, вот эта разница традиций, что здесь очень много разных национальностей. Просто классно, потому что я, допустим, жила в Украине, я никогда не встречала человека с другими традициями там и с другой страны, но я, в принципе, сама из маленького городка, у нас там только все свои были, даже приезжих никого не было. И здесь очень классно, там, итальянцы, там, то есть, европейцы, есть азиаты, есть там, афроамериканцы. у всех своя какая-то культура, традиции, это классно, посмотреть, попробовать, даже еду, да, эти разные рестораны, с людьми с этими общаться, вот смотреть, даже язык, в принципе, их акцент и сленг отличаются, и это даже тебя развивает, потому что, когда я приехала в Америку, мне было тяжело понимать людей других национальностей из-за их акцента. Мне было сначала тяжело даже сказать, кто есть там с Индией, кто есть там Молбания, Италия, там, Испания, и для меня было тяжело различать, откуда человек. Сейчас я могу изи сказать, вот там, две минуты разговариваю, я такая, ой, я знаю, ты там оттуда, вот, ты четко уже угадываешь. Плюс в том, что здесь есть свобода, я думаю, об этом все говорят, то, что ты можешь одеваться, как ты хочешь, выражаться, как ты хочешь, хочешь открывать любой бизнес, пожалуйста, вот тебе, как бы, свободно действуй, плати налоги и делай, что хочешь, да. Из минусов, наверное... Кстати, вот насчет свободы, да, некоторые пишут у меня в комментариях, что ты не можешь пойти, там, сказать что-то, например, против, там, других рас и так далее, да, там, то есть, все-таки, люди не понимают, то, что свобода, она, как бы, ограничивается свободой твоего, как-то, тебя, да, то есть, они думают, что если свобода, если люди говорят про свободу, то это значит, можно все, что угодно делать, но на самом деле, это, это да, это немножко... я говорю про свободу в хорошем понимании, знаешь, что мы, смешно, конечно, но это факт, мы даже мусор на улицу не выходили, вынести, не накрашены, потому что, ну, ты должен красивенький выйти, здесь всем абсолютно все равно, хоть в пижаме иди, вот это, ну, прикольно, да, тебя не осуждают, вот в Украине у нас есть такое, когда ты заходишь в дорогой магазин, и тебя так с ног до головы, типа, ты можешь себе это позволить, что ты сюда зашел, да, здесь тебя встретят с улыбкой, как бы тебя обслужат, то есть, сервис получишь хороший, несмотря на то, ну, в чем ты пришел, хоть в пижаме, здесь тебя, как человека, воспринимают, а не во что ты одет, и сколько на тебе, там, джулерис, или какой телефон у тебя, и здесь даже, да, нет такой гонки за телефонами, вот, ну, звонит, звонит, фоткает, фоткает, окей, как бы нормально, что мне там за последней моделью гнаться, сломается, но куплю, то есть, нет вот какого-то такого гонки за трендами, за вот этим всем, релакс, вот расслаблено, спокойно, вот это классно, да. А скажи, а что раздражает тебя больше всего? Тяжелый путь получения документов, легализации, то, что здесь вот тяжело, да, ну, как бы мой путь был нелегким, это точно, да. Я понимаю, ну, кстати, да, это такой минус, потому, что иногда люди очень легко получают документы, а иногда вот проходит такой путь, как у тебя. Это получается, до грин карты у тебя ушло сколько? Десять с половиной лет. Десять лет. Я родителей не видела, то есть, они сюда не могли приехать, и мне давали визу, потому, что я без документов была. То есть, а ты не могла, да, выезжать, получается? Как ты десять лет без родственников, без родителей? Это было очень тяжело. Я когда прилетела в Украину, сразу же, как только грин карту взяла в руки, купила билеты, полетела домой, у меня был какой-то такой шок. Мне первых дня три хотелось плакать, вот просто плакать, потому что я смотрела на родителей, и они, ну, постарели, они очень сильно постарели. Я даже вот так глаза опускала, мне было тяжело в лицо посмотреть. Вот этот все-таки большой такой промежуток времени, он сделал отпечаток. Ну, и также друзья, все разъехались, семьи позаводили, ну, и все другое. Идешь, там, магазин, ты не знаешь это, это все новое. И я десять лет жила той мысли, что я приеду домой, а приехала, как будто в чужое место. Да. Поменялось очень сильно. И такая какая-то пустота наступила в душе, как будто здесь еще не мой дом, а там уже не мой дом. Это вот в таком зависшем состоянии. Ну, такое неприятное чувство, конечно. Изменилось все. Но мне очень понравилось то, что культура, именно внутренняя культура людей поменялась. Потому что, когда я еще уезжала, мы там на улице могли идти, бросить бумажку. Сейчас, когда я через 10 лет приехала, все чистенько, красивенько, урночки, стадионы почистили, речки там чистят. Все как бы уровень другой. И когда мы в рестораны ходили, в Киев поехали, мне шампанское в белых перчатках наливали, это было вау, даже в Америке нет такого уровня. Было классно, да. То есть, в лучшую сторону, намного вперед просто все ушло. Ну, да, я общаюсь с людьми, которые переехали сюда 30 лет назад, и они все думают, что Украина, Россия, они все остались вот на таком же уровне, как они были там после развала СССР. Но это действительно не так, потому что страны все-таки шагают вперед, и сервис намного лучше там, чем здесь. Согласна. Не знаю, почему так происходит, но как-то Америка в этом плане очень консервативна. Они, да, медленно раскачиваются здесь. А скажи, пожалуйста, про твои взаимоотношения с друзьями. Когда ты уезжала, у тебя, наверное, были друзья, подруги и так далее, как менялись ваши отношения на протяжении твоей жизни в США? А я думаю, что первых где-то два года мы все еще держали связь очень плотно, переписывались постоянно, и уже с третьего года начало все меньше, 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 и как бы там раз в полгода либо с днем рождения, поздравления, и так все уже как бы за 10 лет сошло практически на какой-то ноль даже, можно сказать. Ну, там фотки друг другу лайкаем, знаешь, ну, а так, чтобы уже поговорить, даже не знаю, с чего начать, потому что спросить, что нового, я даже не знаю, что старого у человека, то есть уже стали чужими. но когда я приехала, мне было очень приятно, мои ребята сделали, я же пропустила очень много встреч выпускников, и когда я приехала второй раз, это был июнь месяц, они собрали всех, да, и мы как бы классом встретились, посидели, все ради меня приехали, это было круто, очень приятно, душевно, все-таки, знаешь, ну, наша дружба, она такая теплая, она хорошая, даже, несмотря на то, что сколько лет мы общались, оно как будто бы мы никогда и не расставались, очень-очень классно, я очень люблю своих ребят, то есть они мне дали вот это тепло, которого мне очень много лет здесь не хватало, что здесь друзей найти, вот это, кстати, минус, много людей, но какое-то одиночество есть здесь, то есть сложно найти этих друзей? поверхностных несложно, у меня очень много таких, как американцы называют fellows, ну, с кем-то пойти в бар, там, посидеть, там, куда-то съездить, не знаю, поговорить, там, за чашкой кофе, но вот такой дружбы, а что для тебя дружба? ну, когда ты можешь позвонить человеку в любой момент, даже среди ночи, когда тебе плохо, и выговориться, и ты будешь выслушан, и ты можешь к этому человеку даже без звонка приехать домой, здесь, чтобы кому-то приехать в гости, тебе нужно аппоинтмент назначать, то есть здесь, если ты среди ночи кому-то постучишься, я не знаю, еще полицию вызовут на тебя, скачу, приперся ночью, а там, это даже не надо приглашению, то есть ты к друзьям идешь, как к себе домой, вот это классно. Мне кажется, в Америке друзей заменили психологи. Да, есть такое. Прошло 10 лет, да, у тебя уже свой салон, есть клиенты, добилась ли бы ты таких результатов в Украине, например? Возможно, чего-то бы добилась, но мне очень сложно судить, потому что я там даже не пробовала работать. Я была студенткой четвертого курса, и я уехала. Я, зная себя, я бы что-то делала бы, куда-то бы, шла бы. То есть я такой человек, что мне нужна цель, и я должна к ней идти, но не знаю, честно. Какие бы ты дала советы ребятам, которые переехали уже в США, мечтают открыть свой бизнес, что им нужно учитывать и в какую сторону смотреть, чтобы у них этот путь был легче? Ну, наверное, нужен все равно какой-то минимальный стартовый капитал. Размер стартового капитала зависит от того, в какую ты сферу бизнеса идешь. Я думаю, что если бьюти-индустрию, то нужно хотя бы иметь хорошую кредитную историю, либо текст-айди сделать, если нету социал-секьюрити, если есть социал-секьюрити, просто открыть LLC, даже не корпорацию, потому что корпорация налоги платится поквартально и еще раз в год, то есть 5 раз в году ты заполняешь налоги. LLC ты делаешь раз в году со своими налогами. Это легче, это проще и это меньше затрат. И конечно же желание желание идти к своей мечте, идти к своим целям. На самом деле не все так страшно и не все так сложно. Главное сделать первый шаг. Я тоже столкнулась с определенными подводными камнями, когда я начала бизнес, много чего не знала, но ты учишься на своих ошибках, и это классно, это делать тебя тем, кто ты есть потом, то есть формирует из тебя личность. Не знаю, ты гордишься собой потом. Просто да, я это сделал, это классно. Ну что, ребят, вот так прошло наше интервью. Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, поставьте лайк этому видео, задавайте кстати вопросы в комментариях, чтобы Алена увидела их и ответила. Поэтому всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok